МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предварительного голосования в Государственную, а также Губернскую Думы. По данным, в ней приняло участие около 9 миллионов человек. Состоялся праймерис и на территории Сергьевского района. Все подробности в нашем первом материале. 22 мая с 8.00 до 20.00 часов проходил единый день голосования по отбору кандидатов от партии «Единой России» на выборы депутатов Государственной и Губернской Думы. Голосовать в этот день могли все желающие. Отдать свой голос можно было за одного или нескольких кандидатов как в Государственную, так и в Губернскую Думу. Из 20 тысяч избирательных участков, открывшихся 22 мая по всей стране, 9 находились в Сергеевском районе. Наша съемочная группа побывала в полдень на одном из самых крупных участков в поселке Суходол. Судя по явке на наш участок, интерес вызван огромный у населения, потому что явка на 10 часов утра составила порядка 130 человек, уже посетили наш участок, а на половину первого где-то около 600 человек явка. Поэтому я считаю, что интерес у населения района, в частности поселка Суходол, процедуру предварительного голосования вызвала. Между выбранными кандидатами затем в сентябре этого года пройдет обычное голосование на всероссийских выборах. Основной целью предварительного голосования является предоставление гражданам возможности участвовать в политической жизни страны и исключить составление договорных списков. Еще такое предварительное голосование по списку партии необходимо для того, чтобы как можно точнее определить политиков, имеющих наибольшую поддержку среди российских граждан. Из тех кандидатов, которые есть, их вон как много. Значит, в конечном голосовании будут принимать участие не все, а те, кого мы сейчас выберем. Происходит предварительный отбор. И надо принять участие в этом, чтобы отсеялись люди, которых, допустим, я не знаю. То есть у людей, которые более-менее что-то от них, какая-то польза будет. Но все-таки я думаю, что это хорошо, что эти предварительные выборы есть. Какой-то шаг вперед. Не меньший ажиотаж наблюдался и на других избирательных участках в Сергиевском районе. Они в нашем муниципалитете закрыли свои двери ровно в 20.00. Нарушений на них отмечено не было. Общая явка избирателей по всем девяти участкам Сергиевского района составила 14,2%. Проголосовать пришли 5 тысяч 9 наших земляков. Подробности смотрите в наших следующих выпусках. Екатерина Фарисия Ермакова, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». В пятницу в Серноводской школе было довольно оживленно. Там проходил областной православный фестиваль под названием «От Рождества до Пасхи». С каждым годом количество желающих принять в нем участие все больше. Так, на этот раз в работе фестиваля участвовало 300 детей, а также 85 педагогов из 20 муниципальных районов Самарской области, а также 8 городов. По сценарию 15 минут торжественного открытия, затем все расходятся по аудиториям. Они готовятся защищать свои работы, темы которых раскрывает духовно-нравственное воспитание. На территории Северного образовательного округа вот уже в пятый раз проводится областной православный фестиваль «От Рождества до Пасхи». Впервые фестиваль задумывался северным управлением как окружной и проводился с участием детей трех районов – Сергиевского, Челнешинского и Шанталинского. И два года назад было принято решение сделать его областным. Второй год он проводится уже в статусе областного фестиваля. И мы, честно говоря, очень удивлены в этом году, потому что если в прошлом году порядка 150 детей приняло участие в Самарской губернии, то в этом году заявилось более 500, нам пришлось проводить отбор. И сегодня порядка 300 детей и педагоги в общей сложности около 400 человек, участников принимают участие в этом мероприятии. Фестиваль имеет широкую географию участников. На этот раз в его работе принимают участие более 300 детей и 85 педагогов из 20 муниципальных районов и 8 городов Самарской губернии. Он нацелен на развитие духовно-нравственной личности взрослого и ребенка на основе исторической преемственности через возрождение православной культуры, духовных традиций для укрепления государственных основ Российской Федерации. Православная культура – это стержень российской культуры, стержень российской литературы, русской литературы, русской истории. Нельзя об этих вещах говорить в отрыве друг от друга. Фестиваль от Рождества до Пасхи – это уникальное явление для Самарской области. Но если говорить о его охвате, то согласитесь, более 400 работ – это очень достойный результат. Лучшие специалисты институтов повышения квалификации, которые наравне с сельскими учителями обсуждают новые методические какие-то идеи, разработки. Это тоже для них очень и очень важно. Ни один систематический курс повышения квалификации не заменит таких живых, очень радушных, эмоциональных человеческих встреч. Фестиваль проходил на нескольких площадках, где и учителя обменивались своим опытом в преподавании основ православной культуры, в развитии духовно-нравственного воспитания в виде малых пленумов. И ребята представляли свои авторские работы, в которых входят и стихи, и произведения в прозе, это и научные исследования. Полина – ученица Чурновской школы. Она одна из первых выступила перед собравшимися. Тема ее работы – родники. К святому источнику за чистотой и верой. Родники – это источники, которые самостоятельно изливаются на поверхность. Так скажут гидрологи. А родник подаль – это ключ, бьющая из земли водяная жила. Кринеца – водничек. Место рождения ключа. Ключ же – это источник, отпирающий недры земли. Педагог Полины – Наталья Викторовна Тарасова. Они вместе проводили исследовательские работы. Среди молодежи провели анкетирование, встречи. Считают эту тему актуальной, так как родники забрасывают, стирают их значение и из памяти. Но когда они стали поднимать эту тему, заинтересовались все вокруг и в ближайшем будущем. Молодое поколение села Черновка собираются обойти имеющиеся на их территории ключи. Это наша задача. Это наша задача – пробудить в детях сознание того, что они – будущее России. И не нужно забывать об этом. Не нужно забывать родники, не нужно забывать наши храмы, наши святые места. Не нужно забывать людей, которые дали так много для нашей России, для восстановления. И если мы это возродим, возродится и Россия. На фестивале работала площадка театральных постановок. Здесь ребята, демонстрируя все свое актерское мастерство, заставляли зрителей переживать моменты из Библии, озарения от грехов. Ребята с Хладольской первой школы показали сцену распятия Христа. Очень эмоционально, по-современному доступно. В данном случае мы всем миром играем 7 самых детских грехов. Какая мораль вообще в этом всем? Во всей той истории, которую вы сейчас видите? Ну, показать, что не надо быть такими, как у нас будет играть девочка. Ну, она, как она. Показать, чтобы не быть такими уже. Глупцы, вам только повод нужен. На вечный праздник и веселье. А я не верю в эту ложь. Не верю, слышите? Не верю. Работали на фестивале еще несколько площадок. По вокалу, хореографии проводили и мастер-классы. В фойе Серноводского дома культуры организовали выставку. Она содержала детские работы декоративно-прикладного творчества, ее название, история и традиции православия. Каждый из ее экспонатов отличался высоким уровнем мастерства. Завершили областной православный фестиваль от Рождества до Пасхи на сцене Дома культуры торжественной церемонии награждения. Как принято, так с Божьей помощью пять лет назад был дан старт этому замечательному фестивалю, который в очередной раз объединил взрослых, детей, объединил вокруг исконных традиций, православных традиций, добра, веры, терпения, терпимости. И разрешите поблагодариться от лица главы муниципального района Сергийский Веселова Алексея Александровича всех добра, мира, благополучия, творческих и духовных возрастаний. Мы делаем с вами одно большое, доброе, кругоугодное дело. Награждены были по итогам фестиваля за первое и второе место в различных секциях, соответственно, педагоги Суходольской первой школы Быковская Валентина Евгеньевна и девяткина Ирина Александровна. В секции «Художественное творчество» в номинации «Театральная постановка» лучшими стали девятые классы Суходольской первой школы и творческое объединение «Дети Красносельской школы» заняли второе место. В номинации «Юный автор» обладателем второго места оказалась Седова Александра Суходольская первая школа. В номинации «Вокал» первое место у ансамбля «Скворушка» Сергийского филиала Епархиального центра, второе место у ансамбля «Созвучие» Суходольская первая школа. В номинации «Вокал-соло» обладательницами первых мест в различных возрастных категориях стали Андреянова Анастасия Сергийская первая школа и Лепатова Юлия, воспитанница структурного подразделения «Поиск». Второе место занял Захер Богдан Сергийская школа искусств. Анастасия Кудряшова, Александр Семкин для информационной службы телеканала «Раду-3». Завтра во всех славянских странах будут отмечать День славянской письменности и культуры, а также прославлять святых Кирилла и Мефодия. 24 мая церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученый считает, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образование славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, также изучил многие языки и на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, апостол и псалтырь. День памяти этих святых, как день славянской письменности и культуры, начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны – Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. В минувший четверг в Доме культуры «Нефтяник» поселка Суходол собрались пять семей, чтобы продемонстрировать национальные традиции и идея народов, проживающих на территории муниципалитета. В рамках социального проекта «Национальная семья. Достояние России» там состоялся красочный районный этнофестиваль. Добрый день, дорогие гости! Здравствуйте, дорогие друзья! Семья – это наша пристань. Настоящая крепость, которая защищает от многих невзгод, дает душевное вдохновение. Именно в тесном. А может быть и в широком кругу семьи мы испытываем настоящие чувства, эмоции. Мы такие, какие есть на самом деле. В минувший четверг в обстановке приятной атмосферы под крышей Суходольского дома культуры прошел этнофестиваль «Наше достояние – национальная семья». Приурочен он был празднованию Дня семьи. В этот день участников районного этапа ожидала насыщенная программа. Оформлена выставка. Это национальные украшения, национальные блюда. Национальный костюм обязательно. Будет обязательно визитная карточка. Это игрушки-поделки. Будет такой интересный конкурс. Считаем всей семьей, что очень актуально в наше время. И, конечно же, ни один конкурс не проходит без творческих конкурсов. Это национальные песни, танцы, стихи. Свои корни данный фестиваль, который проходит по инициативе Союза женщин Самарской области, берет с 2014 года. Возраст его вроде бы небольшой, но мероприятие уже успело приобрести популярность в губернии. Показательный момент. Если в прошлом году фестиваль затронул лишь несколько муниципалитетов, то на сей раз организаторами было принято решение провести его во всех районах. Главная цель большого семейного праздника – демонстрация единства народов и единения традиций. Мы все родные. Вот в результате у нас такое впечатление – вот он, Сергеевский народ, вот он, Шанталинский народ, вот он весь Самарский наш народ. Понимаете? И какая-то вот эта родственная нота, она сближает людей. Она как-то, наверное, очередной раз заставляет нас задуматься о том, как это надо все беречь. Потому что вот в нашей организации есть такой девиз – наше богатство – многообразие, а наша сила – единство. Борьбу за победу вели пять семей, представляющие четыре поселения района. Это поселок Кутузовский, а также Суходол, Сергеевский, Кармала, Аделяково. В своей программе, которая включала в себя семь конкурсов, они представляли культуру, обычаи и традиции трех национальностей – русской, чувашской и мордовской. Со слов участников нетрудно было догадаться, подготовка шла тщательно. Каждой семье хотелось произвести на членов жюри неизгладимое впечатление. Мы очень старались, потому что у нас в этом году 40-летие совместной жизни, и мы хотим немножко предоставить небольшой такой отрывочек, как у нас это все происходило. Все у нас обычаи и традиции в нашей семье выполняются, все мы соблюдаем с интересом. Дети мои знают все праздники, всю историю нашей семьи. Наша семья представляет мордовскую национальность, наши корни мордовской национальности, и мы сюда приехали с большим удовольствием показать наши реликвии, наши обычаи, наши песни, наши костюмы. В течение двух часов на сцене кипела настоящая жизнь пяти семей. Визитная карточка, песенный конкурс, творческая лаборатория, зажигательная музыка и аплодисменты в зале. Дети много можно дать, книги любят почитать, с нами в шашки поиграть, в интернете пообщаться, ей всегда есть чем заняться. В холле тем временем были представлены экспонаты по оставшимся трем номинациям семейные реликвии, семейный альбом и город мастеров. Одним словом, мероприятие прошло на очень высоком уровне. Я хочу сказать огромное спасибо районному Дому культуры дружбы и Дому культуры нефтяник за организацию этого мероприятия, потому что все целиком и полностью, сценарий, артисты легли на их плечи. Спасибо огромное. В итоге обладателем гран-при этнофестиваля стала семья Красновых, представляющая мордовскую национальность. В июне победители выступят в Красном Яре на финальном этапе областного конкурса. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Далее переходим к спортивным событиям, а точнее расскажем о достижениях наших силачей, которые показали великолепные результаты ни много ни мало на чемпионате мира. В середине мая в городе Санкт-Петербург впервые прошел чемпионат мира по армлифтингу. На чемпионате мира было зафиксировано несколько мировых рекордов, напряженные баталии между участниками, яркие пром-мероприятия в перерывах, дегустации спортивного питания, показательные мастер-классы по армлифтингу, по всем снарядам. Всего же в турнире принимало участие более 150 спортсменов из Украины, Финляндии, Канады и России. Отрадно, что на таком крупном соревновании выступали и наши силачи. Да не просто выступали, а завоевали медали. Так, в номинации «Роллинг Тандер» в весовой категории до 80 килограммов отменный результат показал наш земляк Денис Морозов. Сергиевский силач завоевал серебряную медаль, продемонстрировав одинаковый результат с победителем, уступив ему лишь по дополнительным показателям. Таким образом, Денис Морозов поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета на чемпионате мира. Матчи второго тура областного перенства по футболу состоялись в минувшую субботу. Футбольный клуб «Сергиск» в родных стенах принимал очередного своего соперника «Звезду» из Хворостянки. Подопечные Джамиля Миначева подошли к игре в отличном настроении. Футбольный клуб «Сергиск» в первом туре победил. А вот гости приехали к нам как раз после разгрома, поэтому выиграть очень хотели. Футболисты «Звезды». Они вышли на матч в форме белого цвета. С первых минут постарались играть на встречных курсах. Позиционные атаки игрокам из Хворостянки проводить не удавалось, но они с удовольствием отвечали весьма опасными контратаками. Стартовые 10 минут прошли интересно. Серьевцы старались вести долгие розыгрыши мяча у чужой штрафной, в то время как игроки «Звезды» при первой возможности убегали в отрывы. Так на девятой минуте это едва не привело к голу в воротах хозяев. Николаев сыграл самоотверженно, а удар на добивании пришелся мимо цели. И все же болельщикам первого гола в этом матче долго ждать не пришлось. На 15-й минуте Марат Таразанов, получив передачу от партнера по команде, подработал себе мяч и точно пробил низом в ближний угол. Голкипер «Звезды» оказался в данном эпизоде бессилен. 1-0. До перерыва игроки в синих футболках могли еще не раз увеличить преимущество в счете, но мяч упорно не шел в ворота. Марат Таразанов снова выскочил на рандеву с голкипером и даже перебросил через него мяч, но снаряд пролетел рядом со штангой. 1-0. Результат чрезвычайно скользкий. Любой отскок, любой корявый удар по нашим воротам мог привести к равенству, поэтому забивать второй гол было необходимо. Сразу после отдыха серьевцы добавили в активности, атаки пошли как с левого фланга, так и с правого. На 56-й минуте Сергей Махов сделал прострельную передачу в штрафную. Страж ворот звезды сыграл не лучшим образом, выронив мяч из рук и Игорь Камайкин поразил пустые ворота. Гости ринулись большими силами вперед и уже серьевцы имели возможность играть на контратаках. Так, спустя 10 минут они провели разящий контрвыпад. Таразанов делал передачу на правый фланг, но мяч, стрикошетив от двух защитников хоростянской команды, оказался в сетке. Именно этот гол окончательно успокоил игру. Да, конечно, звезда имела до финального свистка несколько возможностей для того, чтобы размочить неприятный для себя результат, но Николаев с защитниками сделать этого не позволили. В итоге 3-0 крупный успех Сергьевска, который стал вторым в нынешнем сезоне. Подопечные Джамиля Миночева имеют теперь в активе шесть навранных очков из шести возможных и делят первое-второе место с лучом из красного яра. Следующие матчи первенства состоятся 28 мая. Наш коллектив на выезде сыграет с Никой и с Большой Глушицы. Дмитрий Сурков служба новостей телеканала Радуга-3. Время дождей, по-видимому, позади. Впереди нас ждет переменная облачность и тепло. Областные синоптики прогнозируют временную передышку от дождей. Согласно предварительным прогнозам, в ближайшие дни нас ожидает сухая погода без осадков. И хотя в основном будет преобладать переменная облачность, температура воздуха будет все время повышаться. Так уже во вторник ожидается днем до плюс 23 градусов. А в четверг-пятницу столбик термометра поднимется до плюс 28-29. Осадки, если и возможны, то только в субботу. Однако, напоминаем, это предварительный прогноз погоды на неделю. Естественно, он может поменяться. В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем им слова. Проспект 50-летия октября. Глава региона осматривает, как идет ремонт дороги. Подрядчик обязан провести в порядок 3,4 километра. На уже сделанном отрезке Николай Иванович Меркушкин обращает внимание на недостатки. Колодцы не вровень проезжей части. Спрашивает, какие технологии применяет при укладке. Современный ли материал. Во время осмотра к губернатору подходят жители близлежащих домов. Обращаются с вопросами. Это и благоустройство, завышенные тарифы в ЖКХ, говорят и о возможно незаконных захоронениях на кладбище. Естественно, на коммерческой основе. О сокращениях на предприятиях, недостроенном здании детской поликлиники. Некоторые вещи проверим, что вы сказали. Если подтвердятся те вещи, которые мы знаем, по Самаре, что делают, по кладбищам тем же, по тарифам и ряд других вещей. Мы посмотрим. Но я как минимум месяц раз буду приезжать, если не чаще. Мы посмотрим, будет через месяц что. Далее улица Володарского в доме номер 8А по региональной программе капитального ремонта была приведена в порядок крыша. Местные жители благодарят главу региона и рассказывают, до этого лежал шифер, крыша постоянно протекала. Сейчас, а после завершения работ прошел уже год, все в порядке. А дальше что будет? Какой ремонт? Дальше вот разговаривали с управляющей компанией, то есть будет текущий ремонт подъезда. Будет ремонтировать, да, потому что тоже протечка вот в подъезде идет. Ну, я думаю, если мы так будем постоянно платить, накопим, и дальше нам нужно поменять, конечно, инженерные сети. Да, потому что столько лет не менялись. А это, можно сказать, местная гордость, приведенный в порядок драматический театр. Губернатор рассказывает, когда несколько лет назад оказался здесь впервые, был в шоке от состояния здания. Даже лестница на сцену была практически разрушенной. По поручению главы региона в ноябре 2014 начали реконструкцию. Один из старейших театров региона вновь открыл свои двери для зрителей несколько месяцев назад. Артист отмечает, посещаемость спектакля выросла практически в два раза. Но особенно, конечно, рад коллектив. Говорят о маленькой детали. Все это время до ремонта не было горячей воды. Даже грим смыть было сложно. Сейчас проблемы в прошлом, хотя о помощи артиста все равно просит Николай Иванович Меркушкина. У труппы нет автобуса, а гастроли не редкость. Губернатор обещает рассмотреть вопрос. Разговор заходит и о выборах. Артисты говорят о необходимости участия в избирательной кампании. Он выдвинул партию «Единая Россия» депутатом в Государственную Думу от Сызранского избирательного округа. А-а-а! Вот на кого, значит, голосовать будем, да? Да, вот на него. В Серпе? Да, в Серпе его знаем. Думываем, в Серпе? Династию знаете. Да, династию знаем. Дед был очень, очень авторитетный, уважаемый деловой человек. Да. Да, знали. Именно деда. Да. Вот мы надеемся, что он в деда. Да, будет, да. В деда. В династию, да. Надеяться будем, будем надеяться. Юбилей там проводили, как раз у деда. Да, у деда юбилей проводили. Ремонтировал театр он. Все, мы теперь знаем, куда бечь. Не за большие деньги, а относительно. Спасибо. За эти деньги, ну, так существенно мы изменили театр. Существенно. Конечно, видно. Все полностью. Кардинально. Да, кардинально. Кардинально. Думы состоятся 18 сентября. Ольга Павловская, Алексей Вельмийский, Новости губернии, Сызрань. Это первая ледовая арена в Сызране. О таком здесь только мечтали. Центр города. Недалеко от двух самых больших стадионов. Понравилось? Серьезное, серьезное сооружение. Как по цветам. Это не стадион, это арена. Привет. Арена, да. Семен Варламов, воспитанник Самарского ЦСКА ВВС, а ныне галкипер сборной России, пожалуй, как никто, знает о важности спортивных сооружений. 12 лет перспективно у хоккеиста пришлось покинуть регион и переехать в Ярославль. Все из-за отсутствия льда. На самом деле я вам всем немножко завидую, пила завистью, потому что когда я начинал хоккей брать, у меня, к сожалению, не было такой замечательной арены. Мы начинали тренироваться командой на улице, тренировки у нас проходили. Я бы хотел поздравить вас, что у вас и у ваших детей есть такая возможность отдать их в школу хоккейную. За последние три года в регионе возведено 12 ледовых арен. До этого было всего три, и то не отвечающие современным стандартам. Губернатор внимательно осматривает комплекс. Здесь зал хореографии и фитнеса, это особенно важно для фигуристов, зал общей физической подготовки и тренажерный зал. Доступны и для маломобильных групп населения. Строительство в рамках соглашения с областным правительством велось за счет благотворительных средств компании «Роснефть» крупнейшего налогоплательщика региона. Стоимость объекта – 360 миллионов рублей. Отмечу, что возводили в сжатые сроки. Потребовалось всего два года. Развитие спорта – одно из приоритетных направлений благотворительности компании «Роснефть». Мы уверены, что на арене данного спортивного комплекса будут играть в хоккей, кататься на коньках, заниматься фигурным катанием. И дети, и взрослые. И кто знает, может быть, лет через 10-15 в сборной России будет играть несколько сызранцев. С праздником вас! Большие перспективы теперь у юных фигуристов. Из желающих стать олимпийскими чемпионами уже выстраивается очередь. Кататься на коньках я очень люблю. И мне нравится смотреть по телевизору. За выступлениями хоккейных команд и фигуристов можно наблюдать с трибуны. Она рассчитана на 786 зрителей. И это с возможностью расширения во время проведения концертов и праздников. «Может разместиться до 2,5 тысяч сызранцев для того, чтобы посмотреть какую-то российскую звезду. И я думаю, мы эту возможность вам тоже в этом году представим, чтобы сызранцы полностью почувствовали возможности этого нового сооружения. И это уже будет новый абсолютно уровень. Уровень, может быть, и культуры в том числе. Уровень проведения всех мероприятий массовых, любых, для города». Не исключено, что большой концерт на Роснефть-Арена состоится уже в День города. Что касается спортсменов, то в ближайшее время будут сформированы команды и расписан лед. Ольга Павловская, Алексей Вельмиский. Новости губернии. Сызрань. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Во вторник, 24 мая, на территории Сергеевского района ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 46%. Ветер восточный 1 метр в секунду. Варикоз называют одной из эпидемий 21 века. Множество предлагаемых методов лечения этого заболевания, как правило, не дают стопроцентной гарантии. Но благодаря самым современным технологиям, предлагаемым Самарским центром флебологии, теперь можно попрощаться с этим недугом навсегда. Новейшие методы лечения варикоза лазером и радиочастотной облитерацией позволяют добиться результата амбулаторно, без разреза и наркоза. Распрощайтесь с варикозом навсегда. Самарский центр флебологии. Город Самара, улица Мяге, 7, дробь А. Телефоны 8 846 990 89 58 и 8 917 113 87 88. Тодовая, тормоза, электрика. Все звучит здорово, когда машина настроена здорово. Специальное предложение для владельцев автомобилей «Лада». Комплексная диагностика автомобиля за 299 рублей и запасные части с выгодой 20%. «Лада». Настройся на весну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин